Ремонт шикарной дороги, вообще прям идеальный. Как-то вот так. Это кадры из интернета. Они появились в соцсетях несколько дней назад. Дорога, по которой каждый день дети ходят в школу, больше напоминает болото. А дети ведь не все ходят с родителями в школу. Ведь идут некоторые одни. Надо так, чтобы случилось какое-то несчастье, чтобы у нас тогда начали действовать. Все бы ничего, но идти по грязи в потемках – то еще удовольствие. Люди ходят на работу, дети идут в школу и возвращаются домой. Когда еще не расцвело или уже стемнело. Уходила на работу в 5 утра, мне нужно ехать. Идешь, собаки съедают, света нет и дорог нет. Это просто какой-то кошмар. А вот забираю с садиков внуков, везу, ну я иду и плачу, реву, потому что я просто боюсь упасть в эту лужу, провалиться там. Ни освещение, ни хорошей дороги. Кстати, полотно здесь латали в этом году. Однако толку от такого ремонта, как считают местные, больше не стало. На улице Школьная ремонтировали дорогу. Просто ее залатали, немного присыпали в июле месяце. В июль-август. Ну, естественно, все уже, вот эта вся насыпная часть, она вся уже, все это вышло, выбили ее, получается. Это центр поселка, улица новая, а по факту новизной тут даже и не пахнет. Рядом поликлиника, банк, почта и магазины. Стоит пройти дождю, дорога превращается в противотанковые рвы. Причина банальна. Коммунальщики ремонтировали теплоснабжающие сети, но после работы забыли за собой брать. И вот они копали, и вот так закопали, дорогу не восстанавливают. Вообще, в принципе, должно восстановление быть, но ничего нет. То есть без этой грязи, в принципе, было-то получше, просто ямы до лужи. Да, ямы до лужи, но грязи такой, конечно, не было, но было более-менее ходить. Не пешеходу пройти ни машине проехать. Последней каплей, утверждают люди, стало элементарное отсутствие транспорта в поселке. Водители, газели отказываются ходить, ну, то есть по прежнему маршруту. Маршрут направлен на улицу Советскую. Детям неудобно выходить на остановки в районе Мариера. То есть им приходится в любом случае обходить через грязь, через лужи. Когда дорога будет ровнее и будет ли, мы решили узнать в местном сельсовете. В частности, по улице Школьной требуется более 15 миллионов рублей на приведение в соответствие. То есть у нас готова смета. Мы ее заявляли для того, чтобы нас включили в региональную программу по ремонту дорог. К сожалению, решение о включении в программу зависит не от сельсовета. Поэтому по улице Школьной самостоятельно проблему решить мы не можем. А вот полноценное освещение людям обещали уже в октябре. Так что все, чего пока на данный момент жители добились, это возможность идти через грязные месивые ямы, хотя бы не в темноте. Мария Микшут, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин.